всем привет с вами сицилийская фисташка и у нас сегодня на обзоре астра вот такая астра небольшого размера это астра похожа на альфийскую она небольшими кустиками растет вот такими приблизительно 30-40 сантиметров она похожа на ромашковую норвежскую визуально по цветкам такие у нее очень миниатюрные цветочки фиолетово нежно-фиолетового цвета у астры порядка 200 разновидностей вот эта астра дикая она размножается самосевом а каким образом это происходит вот если заметить здесь есть на вот этой веточке вот есть уже семенки созревшие вот такие еще цветущими цветами уже есть зрелые семена они просто высеиваются даже можно не подготовленную почту но в принципе лучше подготовлена если вы хотите обильный рост цветов она любит средний пауз в землю средний пауз в землю это вид такие семенки то есть они уже сейчас сухие их можно в мае высевать почву что хочу сказать изначально вообще астра это родина ее китай есть также перевод значение слова астра но опять же да тут такая вот есть особенность вот например с греческого языка она переводится как звезда ну вот например есть такая наука флюорографика да флюорографика говорит о том что у каждого цветка и значение символика то есть это язык цветов посредством которого можно передать какие-то ощущения чувства выразить свои эмоции желания есть какие-то значения цветов это такая достаточно давнишняя наука она еще зародилась в турции ну вот что хочу сказать относительно допустим той же самой флюорографики ну взять эту информацию что родина астра это китай в китае насколько мне удалось найти информацию астра означает просто точность то есть если на язык цветов переводить то это точность если брать через грек через древнегреческий язык то это получается звезда очень много притч каких-то легенд об этом цветке из древних линон которые прямо ходят корнями в глубину древности поэтому не думаю что как-то можно на флюорографику опираться если у флюорографики какая-то почва реальная через которую можно передавать какую-то информацию посредством цветка потому что у каждого свое понимание ну точнее знаете допустим всем же разные нравятся цветы и предпочтение у всех кто-то любит розы с этим нельзя не согласиться что действительно один из самых красивых цветков но опять же кто-то любит астры астры у которых действительно такое богатое разнообразие вот что хочу сказать помимо цветка дикого и есть садовые астры которые можно выращивать как бордюрное растение как в альпинариях очень красиво есть даже целые астрариумы то есть это где только астры разных просто они разных разновидностей то есть разных цветов высоты потому что есть низкорослые вот порядка вот 30 сантиметров до метра полутора метров высоту то есть гигантские густящееся огромное количество цветков на каждом кустике соответственно если опять же они есть еще и многолетние и однолетние если есть желание точнее если нет времени особо заниматься садом огородом вот такие астры которые размножаются самоселом хотя в принципе они есть и в семинах на продаже их огромное количество есть также из рассады но вот такое вот дикое растение которое самоселом размножается то есть это абсолютно никаких не требует особого времени ну как подкормка конечно желательно за сезон хотя бы несколько раз по форме это растение я думаю нужно обязательно тогда будет очень хорошее цветение потому что цветение его длится до заморозков то есть оно до температуры минус 5 градусов выдерживает астры это ее большое очень преимущество соответственно лучше ее подкармливать и соответственно еще хочу сказать что если это использовать как украшение сада ну если даже балконное растение или там на верандах выращивать будет как-то в клубах то полив он любит умеренный то есть ну опять же да при правильном уходе можно любоваться такими цветами вплоть до ноября октября то есть до заморозков то есть зависит уже от погоды как она будет астра рот травянистых растений семейства астровы или сложноцветные включающие его более двухсот видов широко распространена в культуре как декоративное растение есть астра садовая она сейчас относится к роду колестефус вот колестефус китайский астры однолетние многолетние корневищные травы с простыми листьями соцветия корзинки собранные сложные комплексы в виде щитка или метелки краевые цветки язычковые их окраска очень разнообразна центральные мелкие трубчатые как правило желтого цвета включает этот рот 234 вида есть астроальпийская но вот она по внешнему не похожа на вот эту только альпийская она более такая насыщенный фиолетовый цвет желтая серединка астроитальянская тоже очень похожа ромашковая похожа дикая но это вот она и есть астроевропейская она тоже это она и есть это у нее разные названия астростепная но вот эта астростепная она достаточно тоже красивая она даже на срезке на срезке очень хорошо смотрится и в срезке этот цветок кстати говоря стоит порядка двух недель это большое преимущество тоже этого цветка потому что ну представьте букет который такое количество времени для дизайна если использовать для декоративных каких-то да на цели и сдач вот значение также этого цветка ну опять же я говорила да в переводе с греческого означает звезда много всяких мифов о том что это отражение звезд которые на земле вот если говорить о садовых разнообразных разновидностях например альпийская это стебли высотой до 30 сантиметров крепкие слегка опушенные прокорневые листья у этого вида продолговатые лобчатые опушенные стеблевые мелкие линейные сидячие на зиму отмирают и ходят в снег зелеными язычковые цветки краевые расположены в один ряд бывают сиреневые фиолетовые трубчатые и в центре желтые ну а у астер цветовой диапазон конечно же велик это же и фуксия цвет и красные они есть и белые фиолетовые все возможные цвета это действительно для сада для любителей действительно очень красиво есть также североамериканская астра андерсона это низкорослая тоже не более 5 сантиметров высоту у нее стелющиеся стебли тоже отличаются бурным ростом ну кстати говоря каждая разновидность из астер они отличаются бурным ростом то есть во первых на каждом кустике порядка до 30 цветов вот и они практически в одно время все цветут то есть такого нету что куст отцвел там другой отцвел то есть куст всегда цветущий там все это время периодически какие-то семенки превращаются они превращаются в семенки уже под так сказать под конец сезона уже осенью вот и соответственно если хорошие условия создать этому цветку они растут кустами их можно ну действительно в дизайне как-то очень красиво выращивать но опять же да если это низкорослое растение его можно и на лоджии сажать и будет тоже радовать своими своими цветками очень долгое время вот такие вот необыкновенные цветы астера такие вот звезды вот и я надеюсь это видео было полезным с вами была стилистская фисташка всем красивых цветов всем пока пока